Всем привет, с вами Тед, и сегодня у нас с вами в гостях два Терана, Платун Рейсер и Дерпи Зе Пони. Собственно, Пони вы могли видеть на стриме со зрителями. Вот, в общем, Платун Рейсер, это игрок, как видите, Алмазной Лиги, и на данный момент Алмазная Лига 2 за Зерга, 3800 ММР, достаточно высоко. 3800 за Протаса, то есть тоже плюс-минус тот же ММР за Протаса, но за Терана 352 сейчас в Платине. Вот, и будет как раз интересно спровнять, потому что Пони у нас, получается, игрок за Терана, Платина 2 сейчас. Вот, сколько игр 1 на 1, ну плюс-минус играется 1 на 1, в любом случае, то есть это Тераны. Пони более начинающий Теран, видим 205 игр карьерных, вот, Рейсер побольше поиграл. Вот, это продолжение, получается, той же серии, что мы делали за Зерга, можете там посмотреть в предложках, все как обычно. Вот, и мы поехали сначала смотреть повторы ребят, и они тоже с нами, можете там поздороваться, чтобы все знали, кто есть кто. Кстати, скажите, давайте, вот, Рейсер, ты скажи что-нибудь. Всем привет. Вот, супер, чтобы люди тоже голоса ваши отличали. Ну и Флейм что-нибудь. Привет. Все, я думаю, вас будут различать теперь. Вот, сразу всех предупреждаю, что есть какая-то фигня с записью и дискордом, когда мы вот в этой записи. Возможно, рассинхрон вокала, вот, поэтому, поэтому, короче, если что, не пугайтесь. То есть, надеюсь, что рассинхрон не сильный. Вот, посмотрим, давайте с Рейсера начнем. Симпли Рей, да, твой аккаунт вот этот? Да, да. Супер, давай тебя посмотрим. Посмотрим, что ты играешь сейчас. Вот. И напоминаю, что цель основная у всей вот этой вот задумочки в том, чтобы быстро поднять высокий ММР. При этом получить нужные навыки игры, чтобы потом совершенствоваться дальше. Вот, вот это основная цель. И как это будет помогать? Ну, собственно, это я сейчас расскажу вам, когда мы будем смотреть игры, которые я предлагаю ребятам начать играть. Вот. Так, а пока посмотрим повторы, что ребята играют сейчас. Так, расскажи, расскажи, расскажи. Какой у тебя план примерно на ТВТ? Не умереть, а что вы пуши каких-нибудь прокси-браков, риберек. Ага. Так, контрольные группы. Расскажи про контролки свои, да. Это не я, я снизу. Ой, ой-ой-ой, да. Сорян. Вот. Правильно. Так, значит, есть продакшн, есть СЦ-шка. У тебя два на продакшн, наверное, четверка будет под. Не, у меня бинды типа на тройку СЦ-хи апгрейды, на пятерку, шестерку, сетерку продакшн. А, вот так. Венери 1, 2, 4, 0 для всяких армий. Ага, все. Потому что 1, 2 активные, четвертый это забегание или кастер какие-нибудь. И 0 это, если там, допустим, дроп какой-то или либераторы. Ага. Ну, короче, прям больше, чем нужно, так что все супер. Так, я вижу, получается, мы открываемся. Два рипера гелионная на какой-нибудь будет, да? Да. Вот, то есть такой стандартный, безопасный опен в ТВТ. Сразу видно, в целом, понимаешь, ну, в принципе, сущность матчапа. Вот, так. Дальше у нас получается сапплайка для Вижена. То есть это все хорошо. Дальше факта. Это будет типа мех, да? Ну, под пуш такой уже двух факторов. Типа танки, либер, потом вы. И потом переход, типа, к БЛБ, должен быть. Да. В итоге ты тут наполучала до этого забегания. Угу. Так. Чем все это закончится? Ну да, и дальше он не знает, как действовать. И рейвеном не контролить. На самом деле у него билд намного прикольнее, чем у тебя. Мне больше нравится. Да, это верно. Ну, тебе просто, точнее, ему не повезло это раз, а два... Ну, как не повезло? Знаешь, тут удача такой фактор. Он мог отправить мариков вперед. То есть, если делаешь вот этот пуш, любой выход, как бы, терринский, лучше делать с отправления двух мариков. Это всего по 50 минералам. Не сильно повлияет на общую силу армии. И одного, грубо говоря, вот сюда он должен был отправить. Второго, вот, например, сюда. Ну, то есть через два главных пути каких-нибудь. Или вот через три армии пойти одновременно с ними по центру. Он бы тогда тебя так не пропустил. Спокойно бы позицию занял. Ну, и не расконтролил рейвеном. Вот. В целом, мне нравятся твоих контролки. АПМ выше среднего. То есть, все круто, все есть. Камеры, локации, юзаешь, не юзаешь? Юзаю. Ну, короче, у тебя... Давайте не с ними. А, ну, механически, то есть, у тебя вообще все здорово, на самом деле. То есть, механически... В понимании просто пробел очень много. И понимание иногда, что делать, когда строить любые типы там. Да. Вот. Поэтому, как я и говорил, что если, типа, вот, брать именно... То есть, вот, конкретно твой билд я особо не видел, чтоб юзали, да? То есть, он, возможно, что-то типа, как... Иногда кто-то разочек сыграл что-то похожее. Вот. То есть, я поэтому часто рекомендую... Ну, вот, если ты уже долго играешь и алмаз, начать играть стандарты именно в алмазе. Да? То есть, если ты долго вот в алмазе сидишь, лучше выучить вот стандарты. Типа, как этот чувак делает. То есть, вот, третья база под пуш с ревеном. Вот, типа, такого. Научиться вот этим контролить. Как варик, да? Но, опять же, в чем будет... Давайте к следующему. В чем будет заключаться вот смысл моей движухи, да? В том, что вы сократите время некоторых игр. И за счет этого, грубо говоря, если вы обычно играли, например, там, за час, ну, там, пять игр, да? То будет десять. И получается, что за одно и то же время вы будете намного больше практики получать. Получается, поднимать ММР. И когда ты дойдешь до правильных персонажей, с ними намного проще получать, так сказать, фидбэк, да? Да, обратную связь с реплеем. Чем вот плохо, ну, только что был реплей, да? Получается, ты его можешь посмотреть и решить нормальный пуш. Ну, вот, на свой. Типа, о, ну, прикольно. Я пришел с танками, как бы, вроде бы, понятно, что им не позиции. Но, с другой стороны, ты его развалил просто без шансов, да? То есть, он там поднимается и просто взорвался на танках. Вот, но при этом, при этом, самая большая проблема в том, что, на самом деле, то, что ты делал, контрится суперэлементарно, как я говорю, просто перед пушем отправляешь двух мариков вперед, не отдаешь позицию, и вот он за счет ревена твои танки просто отключает и просто на тебя стимпатчится по этому таймингу, например. Ну, либо просто бежит вперед и разваливает дальше. В этом-то весь и прикол, да? Но ты такого фидбэка не словишь ни с одного своего реплея, скорее всего, потому что ребята так еще не делают, да? То есть, они будут делать вот чуть-чуть выше. Ты поднимешься, они начнут это делать. И чем это полезно? Ты сможешь вот за счет вот этой инфы, когда ты поднимешься сразу к ребятам повыше, быстрее получать вот эту обратную связь. То есть, тебе вот таких реплеев, точнее, игр, да, ТВТ, может, нужно сыграть будет игр вот сейчас 10, да, чтобы понять, например. Так, этот пуш, ну, скорее всего, не очень работает, и он более-менее такой прохладный, например, да? Вот. Потому что, ну, просто соперники тебя не наказывают за то, что ты играешь в две факторки с танками. То есть, они тебя, ну, не крушат там этими ранними бандшами и прочими метовыми штуками. Так, тут зерлинги. Вот. То есть, зерги на третьей минуте без третьей базы, ну, это нормально, потому что он тебя пушит серовагинами будет, как я понимаю. С Нидусом, наверное, да? Ну. Скорость, врачей. Ну, то есть, вот, очень тяжело понимать, что-то ты делаешь хорошо или плохо, да? То есть, ты в целом, вот, в чем мне нравится, в целом, да, вот это вообще прям очень хорошо. Пятая минута, две базы полные, ну, вторая без газов, это нормально. То есть, есть стеночка, ну, у тебя там харасили зерлинги. Продакшн, чуть-чуть там денежки не потрачены, ну, типа, сейчас потратишь на бараки. То есть, у тебя, типа, все окей, на самом деле. Красиво делаешь, делаешь залеты, механически все круто, да, контролки юзаешь, там, все это. В чем проблема? Вот у тебя сейчас соперник, ты с ним, вот, с ним невозможно проанализировать ошибки. Я сейчас упомяну еще одного стримера этого, вы знаете, наверное, Руслан Добро, да? Да, 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 да. Вот, вот он делает эти разборы игр зрителей. Почему их не делаю я, да? Или как я их бы делал? То есть, я бы его делал вот так вот. На 3.30 я бы вырубал реплей, говорю бы, ладно, дерьмо. Вот, ну, мое, как бы, установка. И примерно так же партинг рассматривает реплеи, ну, или кто угодно, да, из про геймеров. Почему? Потому что можно обсуждать, грубо говоря, вот к тебе забежали собаки, ты их расконтролил, ты пошел разведал рипером, не увидел третий, увидел, что у него руч варен. И можно рассуждать просто тысячу вариаций событий, того, что тебе нужно делать, что ты видел, почему так нужно делать. Но суть оставляется сутью, что это просто у него мусорный билд. У него в 4.30 30 рабов у зерга, да? И, ну, когда игроки играют мусорный билд, их проще, ну, взять и убить заранее. Типа такого. То есть, нету смысла разбирать вот этот пуш на 5.50, потому что, ну, банально, если бы ты потратил 1400 минерала к этому моменту, он бы тут своими шестью рачами в 5.50 ничего бы не сделал, да? И, ну, в этом суть. То есть, что тут как бы просто бесполезный парень. А вот когда ты поднимешься, допустим, чуть-чуть выше сразу до, там, мастер-зергов, они будут играть даже мусорный какой-нибудь чиз, пуш или что угодно, но это будет реально рабочий пуш. И ты сможешь понимать, что, ага, то есть я могу встретить на пятой минуте, там, например, там, 10 равагеров, да, вот здесь, там, и 5 лингов. Ну, это условно. То есть, по факту, там, будет 4 равагера, 5 рачей и масс линги. И вот что мне с этим делать? То есть, сразу уже готовиться к этому. Ну, вот в этом суть как бы моей темы, в том, чтобы ты быстрее до этого дошел. До таких соперников, с которыми разбор повтора будет, ну, понятней и нужнее, чем, грубо говоря, вот это разбирать. Так, переходим к Derpy the Pony. Или Flame называть. Или как удобней? Называть, в принципе, как угодно, потому что это два никнейма, которые я применяю на разных серверах, платформах. Вот, ну, будем Pony, короче, нажимать тогда. Зазвучно так. Так. Итак, расскажи ты про свои настроечки, контролочки, планы на игру. В принципе, по стандарту, ну, как я обычно играю против зергов, я стараюсь не... Ну, с ними не затягиваю долго игры, потому что понимаю, если зерг дойдет до стадии лейтгейма, то там будут 100% уже юниты тира-3, это ультралиски, бродлорды и вайперы, и это будет крайне приятно для механизации. И я использую однобазовый халбат пуш. Да, это рискованно, но по большей части это приносит свои плоды. Вот, короче, смотри, очень интересно, я просто смотрел это, такой думаю, так, ладно, будет ли это то же самое, что я тебе покажу или нет? Нет. Похоже, билд, я сейчас вам буду давать, на самом деле, сейчас будем смотреть. смотри, в чем суть, запоминаем. Пятая минута, ты приходишь, у тебя 8 этих, 8 халбатов, 3 мародера. Прикольно, то есть в плане, вообще мне нравится, да, то есть прикольный пушик. Что мне не нравится, то, что он с одной базы выполняется. Да, он типа в целом тебе помогает, как бы, ну, научиться, что делать, строить здание и приходить вовремя, да, то есть в целом, когда ты его делаешь, вот это, с него медленный и такой несуразный дозаказ немножко, то есть мародеры долго идут, гелики быстро едут, то есть у тебя дозаказ, получается, нестабильно идет, у тебя, знаешь, по одному мародеру будет идти, по два гелика ехать, если соперник, ну, типа, отбивается, ему как бы это, проще тебя ловить, твои дотекания, вот, второе, да, это то, что он однобазовый и получается, легко разведывается, то есть в этом прикол, в целом, идея мне твоя нравится, типа, я не хочу играть, ну, лейтгейм, это не то, что, знаешь, это сильно против механизации, это просто-напросто, типа, то, к чему стоит потом прийти, когда ты поднимешь механику, прочие остальные вещи, да, и, как я говорил уже, рейсеру, да, типа, лучше играть в правильное макро против соперников, которые играют в правильное макро, вот и все, да, потому что, ты можешь проигрывать, типа, играя в макро, анализируя ситуацию правильно, когда соперник просто делает полную чушь, да, то есть, я там вчера на стриме играл, там, чел играет 12 пол, не заказывает собак, делает быстрый шпиль, не делает муту, ну, то есть, он делает кучу всего, ничего не делает при этом, вот, в итоге, я к нему там, ну, пришел пушить что-то типа там, у меня было два зилка с самого начала, фениксы против муты, короче, какой-то мега мусорный состав там получился, ну, типа, я его убил, потому что он ничего не делал в свою игру, но при этом, лучше, вот, с твоей войкой правильно делать, так, смотрим, чик-чик-чик, запоминаем, 5.30, ты, по сути, пришел пушить, на пятой минуте, плюс-минус точнее, и вот тут забежали те собаки, идет разменчик, и вот у вас получается такая вот ситуация, странная, кто выиграет, скорее всего, ты, да, все круто, то есть, такой, ну, неоднозначный, мне нравится подход, по контролкам расскажи чуть-чуть, ну, контрольные группы, я, вот, контрол-1 и контрол-7 и 0, использую для, для ццшек, а все остальное для контрол, ну, для армии, это зачастую, 6 и 5, а 2, 2, 3, 4, нет, мне просто так удобнее распоряжаться, так, сейчас единичка ццеха, троечка, это будет барак, да, какая армия, еще раз говоришь, ой, двойка барак, армия зачастую, на 4, 5, висят, там, ситуация по-разному бывает, да, ну, у тебя примерно опять похожи планты, начинаешь с одной базы, какой-то пушик с баншами, с инвизом, с минами, с мариками, как я понимаю, макро она называется, потому что ты сейчас попадешь в макро, да, типа, наверное, ну, да, здесь этот товарищ сделал это крайне неприятную вещь, именно, дропнет не до смены мэйн, я его, как всегда, не замечу, и это вынудит меня перейти в макроигру, угу, так, сейчас смотрю тоже какой-то катастрофический АП, 300, так, смотри, что не нравится, здания поздно добавляешь, но это, типа, неважно, да, будешь следить, старайся все производство, например, как вариант держать в одной кнопке, удобная тема, либо дели на два бараки и вот эти вот технологические здания, то есть ты с бараков типа минералы сливаешь, с этих там газ, вот, в целом все остальное так, с большего хватит, самое главное, ццшки, ну, знаешь же, как добавлять, да, через shift, вот, вот, то есть ццшка, видишь, у тебя сейчас одна в контролке, соответственно, ты сейчас не можешь эффективно строить рабочих, у тебя одна ццшка простаивает, плюс сканы ты не сможешь кидать вовремя, ну, если у тебя нету, вот, поэтому тебе чисто по механике задачка следить, получается, начинаешь игру, сразу создаешь контролку на ццшку, вот здесь уже, да, чтобы потом этого не делать, ты старайся заранее делать контролку, контролка на ццшку, чик, делаешь барак, вот уже здесь, пока барак строится, уже делай контролку на барак, почему, объясняю сразу, ну, это опять же всем новичкам будет полезно, много, ну, ты уже сделал, то есть, ну, можно, грубо говоря, не на девятой секунде, а уже на первой, поставил, сразу сделай, такую привычку вырабатывает, потихоньку, ну, здесь у меня сразу был бинт, вот, поставил, сразу бинт, чик, давай, да, сразу, ну, в любом случае, то есть, остальные ставишь, то есть, тоже привыкай их сразу добавлять, шифтом, или контролом, там, в нужные контрольные группы, почему, для чего, если ты там не добавишь, к примеру, ну, вот, вторую цеху ставишь, и не добавишь ее в контрольную группу, если игра развивается на уровне, ты там строишь байншейк, тебе никто не идет, и все окей, это нормально, ты ее потом там добавишь, ничего страшного, если игра развивается так, что тебе внезапно, по какому-нибудь таймингу, в районе четвертой минуты, там, дропают дарка, например, и у тебя ццшка не в контрольной группе, ты просто пока будешь разбираться с дарками, уже, ну, не сможешь ее быстро взять, добавить, кинуть скан, куда надо, да, то есть, замедляешься очень жестко, вот, так, и расскажи про свои 300 АПМ, а что делаешь на 300, 1, 2, 3? 380, и я не могу перебить это, ну, возьмешь у него пару уроков, прикол в том, что я, блин, кликаю быстро, и механика, и мультитаска есть, блин, не могу перекликать, эти, рейнеровские 500, не могу, хотя иногда получать, 420 на бейт, там, всякое такое, да, но это если постоянно там, ровайки лупасишь, или там, бейнов заворачиваешь, и вот так вот и получается. Ну, так, ну что, смотрите, логика такая же, как если смотрели про Зерго, да, то, что мы там делали, с Каем, логика такая же, у нас 3 матчапа, и наша цель научиться, как бы, всему, но при этом, самое главное, что, это основа, открытия, всегда, да, следующее, это производство, то есть, трата ресурсов, и чтобы все здания работали, вот, и третье, это просто, напросто банально, там, выход во вторые, в третьи базы, все вот это вот остальное, то есть, ну, грубо говоря, переход в макро, вот это так назовем, то есть, три основных, как бы, аспекта, при этом, ну, как я говорю, первый, самый основной, это вот, опять же, открытие, вот, и, чтобы всему этому учиться, эффективнее, нам нужно сосредотачиваться, в каждом матчапе, на каком-то одном аспекте, вот, и, еще круче взять, вообще, выкинуть какой-нибудь матчап, мы выкидываем ТВТ, почему, это зеркалка, и, там, нужно очень-очень, классно, понимать, и разведку, и происходящее, и свой билд, и в каждом билде, в каждом открытии, будет немножко, своеобразные действия, реакции, там, переходы, то есть, ну, матчап, глубокий, на самом деле, любая зеркалка, она, ТВТ, немножко, где-то, понятнее, чем ПВП, но, при этом, все равно, тоже сложный матчап, то есть, как и ЗВЗ, например, на уровне микро, он дикий, и, ну, много кто просто не будет ловить, вот эти все, штуки, что происходит, не сможет понимать, что происходит, поэтому на ТВТ, у нас, очень простой, я думаю, можете догадаться, что может происходить, за 3 минуты 40 секунд, зеркалки, обожаю, вот, да, то есть, зеркалку мы сразу уничтожаем, и вторая причина, почему мы зеркалку уничтожаем, это, как я и говорил, нужно играть, учить матчапы с правильными игроками, и как бы плюс-минус нормально научиться даже как-то действовать, получить опыт в алмазе, в платине, в золоте, в серебре, в матчапах против зерга и тоса можно, то есть, можно научиться отбиваться, можно научиться пушить, контролить армию в пуши, но при этом ТВТ невозможно научиться, то есть, зеркалки лучше учить всегда с, с самым мощным соперником, которого вы можете найти, вот, и чтобы найти мощного соперника, нужно просто до него дойти, вот, что мы делаем, мы заказываем рабочего, сейчас проверю на всякий случай, что запись идет, да, все идет, заказываем рабочего, так, дальше, и он сразу же ралли-пойнтом идет у нас, вот сюда, да, ралли-пойнт, и все знают, что это такое, я думаю, да, то есть, правый клик мышкой создания, вот, ралли-пойнт у нас идет куда? в район третьей базы, если быть точнее, не район третьей базы, а район одного экрана от второй базы, да, то есть, если мы возьмем вот вторую базу, то, смотри, вот, центрируем, видим край экрана, да, вот здесь, смотрим так, чтобы наш край правого экрана к нему примкнул, то есть, вот эта вот зона, и прокси можно ставить вот, вот в этом радиусе, на любой карте, вот это радиус, примерно, где ставить прокси, не обязательно всегда в одном и том же месте, то есть, таким образом вы можете с одним соперником в разных местах, постоянно ставить, вы можете ставить где угодно вообще, ну, нас тут 4 барака ждет, то есть, каждый по таймингу, все, в принципе, понятно, просто легко, но, как отточить билд до идеала, как делать все супер правильно, это выучить его по таймингам выхода СЦВ-шек, рабочих, то есть, первый идет ралли-пойнтом, сразу же, как только он идет, и как только он появился, если быть точнее, срываем рабочего с минерала, и бежим ставить саплай, да, то есть, он прибегает, таким образом у нас, к месту постановки саплая, когда у нас 100 минерала ровно, то есть, в 0.17, начинаем ставить, дальше, следующий идет тоже ралли-пойнтом, заказываем еще одного, этот идет на минерал, и с третьей рабочей идет вот этот парень, с которой достроил саплайку, в этот момент мы не строим рабочих, у нас пока что остается 15 рабочих всего в сумме построено, 12 работают, и на 45 секунде мы срываем еще одного с минерала, таким образом, первый у нас рабочий доходит, и где-то в 0.45, 0.47 ставит первый барак, то есть, наша цель поставить плюс-минус на 45 секунде, первый барак, вот, затем у нас второй доходит парень, ставит второй барак, затем у нас доходит третий, ставит третий барак, затем доходит четвертый, и посмотрите, четвертый доходит ровно 150 минерала, четвертый барак, четвертый барак построили, заказываем одного рабочего, и сразу же бежим ставить соплайку, вот, и все, дальше все очень просто, задача строить мариков без перерыва, и не забыть еще одну соплайку построить, перед выходом, там где-то в 2.10, не помню точно, вот, и следить за производством мариков, то есть, вам нельзя здесь заказывать по два марика, естественно, да, потому что у вас тогда будут что-то простаивать, вот, все ролепоинты с бараков, то есть, контролка на бараке, ролепоинты где-то близко с бараками, строимся, очень интересно все синхронится, смотрите, получается, когда первый марик выходит, у вас четвертый барак достраивается, и вы начинаете с них двух одновременно строить, видите, вот эту тему, чук-чук, вот, когда второй барак достраивает марика, третий барак достраивается, и с них тоже, и получается такая чехарда, то есть, по два марика, каждые 8 секунд, вам нужно заказывать, вот, сколько копится, смотрите, в 2.10, вы, скорее всего, идете ставить соплайку, да, вот тут, в 2.20, поставили соплайку, и все, и вперед, соплайка вперед, в 2.30 идем, цель напасть до 2.40, то есть, если все правильно делаете, вы в 2.40, у терана на рампе, и у вас 8 мариков, ну вот, примерно по этому же таймингу, плюс-минус, чуть-чуть раньше, где-то вот в 2.20, может, например, на вас рипер напасть, с прокси, один, если там два рипера, они чуть позже приходят, 2.30, 2.40, соответственно, увидели рипера, сразу F2, ну, поехали атаковать, то есть, наша цель, не затягивать этот матчап, если против вас Чиз, который каким-то образом, там, пришел раньше, убил вас, еще что-то, ну, ничего страшного, выходите, да, то есть, если, тут теран пытался что-то сделать с одной базой, вот так вот, подходите, ставите бункер, подымаетесь, начинаете просто окликать, подымаетесь, ставите еще бункер, если повезет, если пробили саплайку уже, ну, и все, два бункера, марики стреляют, а две КСМки показывают все, что сверху, в принципе, все, задача прийти, подраться, убить, то есть, в 2.50, если знаете, там, может быть, что-то типа, там, я не знаю, 2.50, может появиться максимум, да, и то вряд ли 2.50, 2.50 появляются, во сколько гелики примерно, плюс-минус появляются, наверное, там ближе к третьей минуте уже, там, 2.50, 2.55, ну, короче, то есть, в целом, у вас тут, ну, есть все шансы спокойно прийти пробить большинство терринов, и вот таким образом, мы просто пропускаем этот матча, да, то есть, наша цель его просто убрать из нашего, как бы, как это, обихода, но при этом, что-то в нем делать, плюс, вот этот Чиз, который здесь выучите, если правильно по таймингам, он, в свою очередь, классно работает против зерга, то есть, ну, типа, вот против зерга, вот эта штука с Бункер Рашем, прям круто работает, то есть, против зерга можно играть, вот, следующий матчап у нас Протас, не, давайте зерк, 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 вот так, против зерга мы играем, уже, более продвинутую тему, то есть, там будет вторая база, вот, но при этом, мы все равно этот матчап не затягиваем, по какой причине, очень много различных, там, чизов у зерга, прочей всякой ерунды, которую нужно понимать, знать, как реагировать, если вы играете совсем стандартно, то есть, нужно уметь рипером, проанализировать, сколько там собак, сколько королев, рабочих, правильно пробежать, разведать, оценить, как бы, базы, и правильно выбрать состав, что вам делать из барака, что вам делать из факторки, что вам делать из старпорта, чтобы защищаться, вот, и поэтому, мы будем с вами навязывать свою игру, открываемся, в первый газ, то есть, все реплеи я вам скину, там их смотрите, ну, потом подучите, типа, что как делать, вот, газ барак, дальше у нас идет, получается, газ барак, отсюда идет реактор, и ццшка, ццшку, я рекомендую ставить сверху, просто, чтобы, опять же, убрать лишние ситуации, то есть, что делать, если там 12 пул прибежал, и прочая всякая ерунда, просто привыкнуть ее ставить, пока что, то есть, на будущее, вообще, этот билд, можно играть с ццшкой снизу, когда у вас там есть реакции, на всякие вот эти 12 пулы, но при этом, даже если вы ставите ее сверху, билд у вас получится нормально, а собрать данные, так сказать, что делать, если приходит 12 пул там, и прочие вещи, все равно можно, потому что он будет прибегать, он будет здесь у вас, и вы просто, ну, прогнозируете ситуацию, так, окей, он прибежал, у меня есть вот это, вот это, вот это, что я могу сделать, ну, типа такого, вот, то есть, ставим ццшку, делаем, получается, этот, как он называется, орбитальную станцию, и сразу же в factory, вот, как только доделывается реактор, почти, ставим вторую соплайку, и начинаем делать мариков, вот, ну, опять же, билд более-менее, вывязываем только к 12 пулу, но против 12 пулу берем, срываем рабочих, там, отбиваемся, вот, и все равно продолжаем, пытаемся по плану продолжить, вот, два марика, поднимаем барак, и меняемся с факторкой, то есть, два марика нам нужны для чего сейчас, чтобы просто первых пару лингов отбить, чтобы убрать оверок, который нагло залетел, или что-то типа такого, вот, когда, получается, настраивается factory, меняемся, factory и барак, и ставим старпорт сразу же, вот, с factory мы делаем гелионов, с барака продолжаем делать мариков, делаем, эту, орбитальную там, станцию отсюда, а не рабочего, как я здесь сделал, но в целом, не важно, вот, то есть, цель геликов продолжать без остановки делать, со старпорта, естественно, меди ваг, у нас идет, саплайка третья идет, чтобы видеть, раз, рейсер делает ее, правильно, то есть, чтобы расширить уровень обзора, вот, таким образом, у нас потом, в 30, в 3.40, как накопили ресурсы, делаем армори, вылетает меди ваг, открываем, цеплайку, и, ставим вторую базу уже на место, и на четвертой минуте летим вперед, вот, фишка, что плюс-минус в это время, как раз на вас могут начинать выдвигаться, бейлинг, если чувак решил вслепую однобазового терра на бабастить, как бы он не должен так делать, ну, он же может, он там вряд ли что-то анализирует, вот, и заказываем этот, либератора еще, сразу же, вот, ну, суть от этого не меняется, мариков можно в меди ваг взять, естественно, они долго бегают, вот, цель, цель билда, 4.30, пришли к зергу, в район второй, третьей базы, разложили этих хелбатов, и пушим, вот, в это время, если там, я либератора поздно заказал, здесь конкретно, в этом реплее, может еще либератор уже вылетать, ну, и либератора на главной раскладываем, пока вот это все идет, вот, что мы делаем сзади, пока идет пуш, самое главное, пытаемся тратить резы, да, то есть мы пытаемся ставить соплайки, строить рабочих, строить что-нибудь из этих зданий, то есть без разницы, что, но главное строить, чтобы дома что-то строилось, примерный план, вообще, идея, в целом, вот этим пушем победить, то есть, 4.40, большинство зергов, до мастера, не будут иметь ничего, ну, просто по этому таймингу, у них ничего никогда не будет, чтобы защищаться, и вы просто приходите, этим побеждаете, самое главное, понимать, что, в целом, если у них есть чем защититься, они, скорее всего, защитятся, вот, и в таком случае, здесь показываю вариант продолжения, вот, то есть на этот пуш, вы просто им приходите, смотрите, так, могу убить, контролите до, ну, чтобы победить, смотрите, такие, ай, какие-то тараканы, линги, квины, что-то есть, вроде защищается, просто, ну, забиваете на него, и делаете следующую часть, билда, после либератора, вот, то есть делаем два барака, переходим бараком на реактор, делаем две техлабы, на старпорте и на фекторе, все это время рабочие строятся, с двух ццшек, не забываем, перелетаем опять старпортом, и факторкой, делаем техлабу и реактор, реактор на старпорте техлаба на фекторе, два барака у нас делаются, две техлабы, да, ну, то есть, вот мы их делали бараком, старпортом и фекторе, и просто, сейчас вот эти забыл упомянуть, в районе пятой минуты, тоже там, после этого пуша, делаем две инженерки, в итоге, когда у нас все становится, следующая контрольная точка, шестая минута, конкретно в этом билде, то есть, это можно сделать раньше, если нормально играть, но если мы идем в пуш, и не строим какое-то количество рабочих, у нас сейчас будет примерно плюс-минус так, я там, кстати, весь пуш, ну, в этом реплее, для наглядности, уничтожил, то есть, ну, один марик остался, и медивак, все остальное типа сдохло, вот, на шестой минуте, вторые газы добавляем, начинаем делать мариков, и апгрейды на био, газы добавили, ставим апгрейды в инженерках, и делаем танки, медиваки, танки, медиваки, мариков, плюс два барака, то есть, пять бараков, старпорт, и фектори у нас, вот такой вот набор, цель подкопиться, и, когда апгрейды почти готовы, выйти в атаку, до девятой минуты, то есть, опять же, цель не затягивать матчапы, цель, если вы не убили зерга за четыре минуты, попробуйте убить его вот на девятой, на девятой вы уже должны его либо убить, либо сдаться, в принципе, плюс-минус, то есть, не нужно играть там в полчасовое макро, вот, все, с апгрейдами приходите вот так вот, и начинаете его душить, как раз таки, смотрите, в этом билде, останавливаетесь, если у вас первый медивак умер, на четырех медиваках, и дальше либераторов еще подстраиваете, и просто делаете, примерно вот по такому алгоритму, приходит у вас, получается, пуш, в район третьей базы зерга, третьей, четвертой, например, скорее всего, третьей в это время у вас будет еще, раскладываете один танк, всем двигаетесь вперед, раскладываете впереди еще один танк, двигаетесь еще вперед, раскладываете еще один танк, и у вас три танка, и по очереди их складываете, раскладываете, то есть, мариками контролем минимально, стараемся бегать внутри зоны либераторов, рядом с танками, А как бы играем в основном Шахматы танками вперед Вот Если на вас бегут бейлинги Просто стимпак и нажимаете Назад клик, а клик Все, ну вот такой билд понятен В принципе, смотрите, если что Какие-то вопросы задавайте тоже обязательно То есть максимально простой, понятный Самое главное, опять же Вы должны научиться приходить в 4.30 Вот этим составом Вот смотри, Тед Био Я немного недолюбливаю Хелбат Пуш По ранним таймингам У него же имеется продолжение в виде Механизации Из 12 хелбатов 3-5 танков И 1-2 торов К тому же 9 минуте Можешь продолжать механизацию В чем проблема? Во-первых, это как бы не очень Работает, потому что правильный мех Это мех с 6 газов Да Вот А 6 газов Это уже дольше И как бы Если ты играешь 6 газов И соперник, к примеру Там Мута Линга Бейлинги То ты будешь защищать Свои три базы скорее Чем идти в пуш Потому что он быстрее Тебя расстроится Да? А здесь ты как бы Ну не оставляешь ему выбора Ты всегда идешь просто в пуш То, что Био тупо мощнее На этом тайминге В мидгейме Вот и все И для сравнения То есть Гелик строится там 21 секунду Танк 30 секунд Тор 43 Марики всегда строятся 18 Да? То есть ты просто банально научишься Лучше строиться Лучше тратить стрессы Потому что марики дешевле На них тяжелее тратить стрессы То есть вот именно Потренироваться Вот в этот пуш Тебе будет намного Ну эффективней Вот Тут типа не сказать Что прям Био Тут все равно как бы Смешанная тема Больше основа пуша Продолжение на Танках Либерах Но при этом Хеллбат Пуш как бы начально Все равно есть Вот этот вот Все с двух баз Вот Такая тема Так И переходим к следующему Какие-то еще пока есть Вопросины Для Био-бой Мне все понятно Био-бой, да Не, Био-это сила Био-сила Кто не верит Там и магия Био-это да Боль согласен Боль? Люрки рыбы Я встретить умею Мне норм Вот Итак И против Тоса Да? Самое интересное Последний билд Да Был варик Короче Пушью термола Вам дать еще раз Но я решил Что нет Мы возьмем Более опять же Стандартную штуку Чтобы Учиться опять же Лучше насыщать Вторую базу Да? То есть если Против Зерга Мы сразу же идем То против Тоса В реальности Вам мало чего Угрожает Если вы просто Стандарт играете Нормальный Да? То есть в реальности Против Тоса Вы будете себя чувствовать нормально Вот Против большинства Атак Тоса Вот Поэтому играем Барак Газ На Получается В 18 Лимите Роллипоинтом Скаут идете Это единственное Что нужно сделать Против против Тоса Просто понять Играет он Две базы Или нет Сейчас На секундочку Вот После барака Делаете Марика Знаете Обычно Рипер делается Вот Но в этом Варианте Мы делаем Марика Марик Эффективнее Если вас будут Пушить Какой-нибудь Ерундой То есть Марик Намного лучше В этом плане Марик Реактор Примегаете Минута 50 Уже должно быть Готовиться Вторая база Если ее нет Подымаетесь Наверх Смотрите Что там И бежите Домой То есть При этом И лучше всего Строить бункер На натурале Добавить Безопасить себя От Трех Сталкеров Или Четырех Адептов И запирать Стенку На Мэйне Да Стенка На Мэйне Будет Закрыта Вот Фишка В чем Бункер Вот Знаешь Много народа Строят Типа Бункер Потом Строят ЦЦ Толка Никакого Нету Потому что Юниты Процесса Медленные В этом Суть Надо знать Когда Строить То есть Не нужно Обезопасиваться От того Чего еще Не может Быть По этой Причине Мы сначала Ставим Саплай Перед Тем Как Мариков С реактора Начать Строить Вот И вот Этот парень Который Строит Саплай Он же Пойдет Делать Бункер Вот А Тем Временем Мы ставим Фэктори Начинаем Делать Мариков Ну и Бункер Одновременно И Ставим Второй Газ И Начинаем Делать Старпорт Сразу же После Фэктори Мариков Делаем Без Остановки То есть Цель Билда Опять же Продакшн Свой Натренировать Чтобы Все Строилось Без Остановки Очень Плотно По Ресурсам Билд Достраивается Второй Сразу же Делаем Орбиталку Все Как Привыкли Достроился Фэктори Делаем Старпорт И Здесь Такой Момент Лучше Начать Делать Два Марика Потом Техлабу Ну вот Как я Здесь Сейчас Делаю Я Делаю Чуть Неправильно Я Начал С Техлаба Потом Два Марика Закажу Лучше Два Марика Вот Здесь Да Естественно Следим Чтобы Адепты Не летали Поднимаем Саплайку Если что Третий Саплай Для Видимости Всегда Ставится Вот И тут Дальше Короче Такое Небольшое Разветвление То есть Мы Делаем Танк Мы Делаем Медиваг Два Марика Саплай Что Здесь Я буду Делать И Что Можно Делать Вам То есть То Что Здесь Сейчас Будет Вариация Я Рекомендую Получается Ну Рейсер Флейму Играть То есть Вот У нас Есть Марики Вот У нас Есть Танк Мы Его Открываем Вот У нас Есть Медиваг Он Стоит Лечит Ну Просто Строимся Рейсер Можешь Наоборот Взять И Такую Штуку Делать Вылетает Медиваг И Берешь Медиваг Танк Четыре Марика И Сразу Летишь К Тосу На Третью В чем Прикол Просто Против Флейма Сейчас Не Будет Тосов Которые Будут Ставить Третью В 4 10 А Против Тебя Вполне Могут Быть Уже Вот И Ты Просто Этим Медиваг Прыгаешь И Дропаешь Прям Сюда То То Сто Реально Не Снялся Может Еще Что Нибудь Вот Примерно Такая Тема Ну Стараешься При этом Медиваг И Танк Спасти Если Получится Вот То 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 Те Как Дополнительный Мультитаск К Этому Билду Вот Ну И Он Опять Ж Сильнее Тогда Получится И Пуш И Все Остальное То Ты В Принципе Медиваг Долетает Сюда За 20 Секунд В 4 30 Можешь Пушить Третью Этим Микро Составом Вот Ну Просто Можешь Потренироваться Чисто Грубо говоря К мультитаску Добавить Вот Эту Тему Даже На Пустую Третью Просто Дропаешься Сюда Собрался И Полетел Обратно Опять Домой Вот Как Варик Что Дальше У нас Происходит То Есть Дальше При Любом Раскладе То Даже Если Ты Мини Дроп Пуш Делаешь Делаются Два Барака Делаются Техлаба На Старпорте Добавляем Саплайки Делать Стенку Или Нет На Ваше Усмотрение То Есть Вообще Правильно Играть Именно Против Тоса Без Стенки На Самом Деле Вот Но При Этом Проще Немножко Здесь Никто Не Будет Сильно Вас Это Так Сказать Кошмарить За то Что Вы Делаете Эту Стенку Вот Поэтому Как бы Нормально Опять же Техлабы Сделали Отлетели Делаем Здесь Два Реактора То есть Против Зерга У нас Была Техлаба На Фекторе Для Танков И Реактор На Старпорте И Делаем Два Барака Сразу Мне кажется Я забыла Говорить Такую Возможность Событий Старгейт Феникс Или Дарьки Уже Меняется План Немного Не Вообще Не Меняется План Ну Не При Одном Раскладе Ты План Не Меняешь То есть Единственное Что Да Смотри Опять Почему Я говорю Флейму Просто Стоять Как В реплее Делать А ты Можешь Вылететь То есть Когда Оракл Прилетает Плюс Минус Там В 3.40 В 3.40 У нас Есть Вот Эта Саплайка Уже Здесь С рабочим Мы Видим С этой Стороны С этой Стороны У нас Четыре Марика Плюс Еще Три Марика Вот И Вы Просто Берете Марика Достаете Бежите За Ораклом Начинаете Его Убивать Вот Тем Временем Строятся Еще Марики И Если Против Играешь Старгейта Тогда Естественно Не надо Лететь Медиваком С танком Вперед Это Еще При условии Тут же Нету Рипера При опенинге Получается Мы не получаем Разведку Мы можем Не увидеть Может быть Прокти Старгейт Или вообще Прокти А тебе Вообще Все равно Какая Разница Ты едешь Разведку Рабочим То есть Ты можешь Увидеть Играет ли Он С одной Базой Если Он играет С одной Базой Там Типа Должна Быть Ты можешь Первым Мариком Разведать Найти Там Старгейт Делать Типа Циклона Например Циклона Викинга Циклон Викинги Марики Вот так То есть Ты продолжаешь Отсюда же Играть Циклон Викинги Марики Это против Однобазового Этого Тоса Вот Ну Типа Против Старгейта Ничего не Меняешь Только Не выходишь В этот В пуш С Медиваком Можешь Построить Первого Викинга Чтоб Оракла Отбивать Ну Или Либератора Для Хараса Не Харасить Не надо Харасить Вообще Забудь Что такое Харас Там Харас До Середины Топ-мастера Вообще Бестолковая Затея Потому Что он Опять же Тебе не дает Во-первых Фидбэка Нормального Тут такая Штука Либо Чувак Делает Какую-то Тупую Однобокую Штуку Ни о чем Не думая К примеру Маз Зилки С трех Баз И у него Нету Ни одного Сталкера Ты залетаешь Либератором И он Проиграл Грубо говоря Либо Чувак Наоборот Как псих Делает На каждую Базу По 10 Сталкеров И он Бы проиграл Если бы Ты не Харасил Потому Что Это Бесполезная Трата Ресурсов Если у тебя Куча Сталкеров Стоит На каждой Базе Типа Такого По 5 По 6 Например И ты ему Во-первых Ничего не Нахарасишь А во-вторых Ты бы Его просто Убил Обычным Пушем Вот и Весь Прикол Вот То есть Ну Опять же Дарки Они прилетают В 4.30 Плюс Минус Есть Сейчас Техлаба Есть Сейчас Скан То есть Вот в этот Момент Если ты Против Дарков Правильных Играешь Ты просто Строишь Ревена Моментально Вот сейчас И Первых Дарков Сканом Прогоняешь Ну Вторых Ревеном То есть Тут Типа Против Всего Есть Ответ Вот Конкретно В этом Билде Если Ты Вот Просто Сидишь Его И делаешь Грубо говоря Тут Главное Как я Говорю Наигрывать Делать Билд Чтоб Он Отлетал От Зубов И Потом Просто Один раз Проиграть Даркам И второй раз Понять Что у тебя К этому Таймингу Реально Есть То есть Не Сразу Думать О том А что Если Дарки А Погонять Билд И найти Уже В билде Как бы Косяки То есть Понять Ты Там С этого Билда Можешь Или Не Можешь Дефить И С этого Билда Ты можешь Дефить Все То есть Вот Если Ты В Разведку С СВ Не Едешь Тогда Ты Проиграешь С проксистер Порту То есть Ну Здесь Ты Как бы Можешь Сореагировать На него Вот В общем Дальше Короче Два Барака Инженерка У нас Идет В районе Четвертой Минуты Лучше Ее просто Поставить Чуть Раньше Я ее Тут Не Поставил Вот Сейчас Идет Типа Медивак Вылетает Ставим Инженерку Потом Два Барака Ну Так Типа Себе Можете Записать 4 10 Инженерка Это Тоже Одная Штука Против Дарков Потом Два Барака Тут Рано Два Барака Начали Строиться Вот И потом У нас Получается Итоговая Установка 5 Бараков И Factory Starport С Реакторами Вот Наша Цель Двухбазовая Экономика 46 Рабочих И При Этом Этот Два Барака С Техлабами Три Барака С Реакторами Factory Starport С Бараков Делаем Марики Мародеры С Factory Мины Со Starport Медиваки Только Медиваки Да То есть Если там Мы делали Либераторов Против Зерга Против То С Либераторы Не Надо Только Медиваки Вот Встроимся Выходим В Пуш Пуш Мы выходим Вот сейчас Плюс Минус 6 50 Здесь Я Немножко Дольше Постоял Так Чисто Ну Ресы Потратить Вообще Вот Выходите Прямо Сейчас На Шестой А Не Я все Вышел Все Правильно Ну Можно Чуть Чуть Раньше Выйти То есть Выходите И на Седьмой Минуте Начинаете Махаться С Протасом Опять же Желательно Как вы Можете Улучшить Действие Вот Это До Выхода Где-то В 6 30 Пускайте Одного Двух Мариков На Третья База К Протасу Соответственно Вы Прибегаете Видите Где у Него Третья База Если До Этого Не Видели И У вас Бежит Вся Армия При Этом Все Роллипойнты Резко Меняют Своё Положение К Полю Боя И Вы Продолжаете Заказываться То есть Цель Вот В этом Билде Грубо говоря Научиться Всему И До Заказу Во Время Боя И Ну То есть Вы Идете И Тратите Серезы По Дороге И Вот Когда Вы Доходите За Экран До Третьей Базы То есть Вот Третья База Вот За Экран Вот Здесь Начинают Раскладываться Первые Мины И Вы Просто Идете Минку Закопали И Дальше Идете Минку Закопали Тут Дальше Идете Начинаете Пресить Тут Там Закопали Все Минки Вот И Все Как Действовать С какими Составами Армии Да Если Там Допустим Давайте Перечислять Можете Как раз Что Вы Чарджлоты Чарджлоты Допустим Ну Короче Мас Гейтовые Юниты Да То есть Типа Эти Как Их Называют Гейтовое Мясо Короче Чарджлоты Сталкеры У вас Колосса Дизе Нет Давай Сейчас По очереди Сначала Эти Сталкеры Дзилки У вас Закапывались Получается Все Это Время Минки По Дороге И Против Сталкера Зилков Вы Атакуете Не Стимпачитесь Как только Они на вас Бегут Стимпачитесь Бежите Назад И вот так Вот Назад Аклик Назад Аклик Назад Аклик Назад Аклик По минам Их ведете Короче Все Вот это Такое Действие Следующее Давайте Кто Сталкеры Дизы Да Сталкеры Дизы Приходите Видите Сталкеры Дизов Делаете Раз Два Три Вот так Вот Нажимаете Вперед Стимпак И окликаете Вперед Бежите Дизы Такие Медленные Достаточно Вот То же самое Почти Да То есть Здесь Я предлагаю Поделиться На 3-4 Группы И Атаковать Если там Колоссы Допустим Колоссы Тогда Вот так Вот на 2 Группы Пошире И С двух сторон Атакуете Как только Подошли Допустим Вот Идете Пока Двумя Группами На него Идете 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 И вот Как только Подошли В рейнч Атаки Что допустим Колосс Вот этот Газ Он рядом С вами Тогда Просто Вот на него Уже Бежите То есть Пока Не подошли В рейнч Атаки Никогда Не жмите Аклик На колоссы Потому что Ваши группы Вот Если вы Сразу На колоссы Нажмете Они Сразу Соединяются Вместе И колосс Просто Салпом Вам Убивает Пол армии То есть Если вы Изначально Бежите Аклик По земле В пустоту Они будут Бежать Видите Вот так Вот Ну Еще разными Группами И В самый Последний Момент Нажимаете На колоссы Когда Рядом То есть Кайтите Зилков Сталкеров Штормов Тоже Кайтите Назад На мины Постоянно Против Всего Остального Атакуете Вперед Но Докуда Бежать Вперед То есть Вам Нельзя Бежать Вот так Вот Ну Только Если У него Ничего Нету Да Типа Как У этого Вот Бежите Вперед До Примерно Радиуса Мины Вокруг То есть Вот У этой Мины Радиус Вот Такой До Сюда Максим Бежите Вот До Когда До Сюда Добежали Собираете Все Мины Сзади Бежите Ими Вперед Перераскладываетесь И дальше Чуть Вперед Уже Давите Естественно Все Это Время У вас До Заказа До Заказа До Заказа Вот И Как Бы Такое Мясо Вот Опять Вариков Тут Ну Вариантов Атаки Много Я Вам Предлагаю Пока Атаковать В лобовую Просто Привыкнуть К лобовым Сражением Это Нормально Это Можно Побеждать Вообще Без Проблем То Здесь На самом Деле Можно Давай Отмотаю Вот Выход Да Например Взять Давай Вот Так Вот Покажу Сразу Нет Никаких Третьих Баз Третьи Баз Это Уже Очень Разные Игры Поэтому Мы Играем Без Третьих Баз Наша Цель Ну То Третья Баз Это Уже Там В перспективе 15 Минутная Игра Да Вот Наша Цель Чтобы Таких Игр Было Поменьше Так Что там У меня тут Саплайки Это Сиплея Запустил Короче Примерная Идея Да То есть Опять же Если Нормально Играть С самого Начала Вот У вас Есть Такая Армия Там 4-5 Медиваков Вы Отправляетесь Сюда Вот У вас Там Все Остальное Строится И Это Все Ну Если Короче Было Не Стартовать С Реплея Нормально Строится Должно Быть Без Саплай Блоков Естественно У вас Там Сейчас Все Уже Готово И К примеру Вот Этой Армии Можете Выдвигаться Сюда Всей Армии В район Третьей Базы Ну Это Я Конкретно Рейсеру Например Да То есть По Мультитаску Запалить Да Думал Об Этому Да Вот И Ты Продолжаешь Дозаказывать То есть Мины Мины Морики Мародеры Апгрейд Там Ну Вот И Все И Ты В итоге Приходишь Начинаешь Тоса Кошмарить Вот Тут Да Получается Танк Мины Чуть Вперед И Всем Стоишь То есть Тут Даже Контролить Не Надо И Это Ну Типа Как Немножко Усилить Билд В Реплее Нет Ну То есть Вот Такая Движуха Как бы Креатива Может быть Миллион Я рекомендую Начинать С простых Вариаций Типа Просто Идти В лоб Типа Вот Прям Вот Так Главное Вовремя Прийти Вот И Ну Как обычно Да Вот Моя Супер Рекомендация Она Как бы Скучная Унылая Но При этом Я рекомендую Отточить Сначала Билды Просто Тупо На пустой Карте Либо С легким Ботом Не важно Суть в том Что у вас Должны Получаться Все Четкие Тайминги Да Вот Как поэтому Допустим Если взять Промотать Так Сейчас Одну Секунду Отпишу Вот То есть Типа Против Зерга В 4.30 Вы должны Быть Вот Уже Здесь Полным Составом Да То есть Против Терана В 2.45 Вот Тут Против Тоса Там На Седьмой Минуте Там В 7.30 Плюс Минус Да Уже Быть В атаке Вот То есть Все Вот Эти Штуки Соблюдать Отточить Тайминги И Ну Как я Говорю Типа Идеальная Тема Взять Сделать Билд Три Раза Подряд Вот На пустой Карте Либо С ботом А вот Дошло Три Раза Подряд Следующий Мы Перешли Но Это Конкретно Больше Флейму Да То есть Он Более Новичок Вот Но Тем не Менее Смотрю Вы Двоем В принципе Делаете Билды Так Ну Делаете В целом Билды Вот Поэтому Может У вас Быстрее Будет Получаться Грубо говоря На Ваше Усмотрение Абсолютно Вот Ну При этом Да Это Типа Прикольно И Будем Смотреть Через Неделю Собственно Какие У вас Успехи Вот Старайтесь Играть Этими Билдами То есть Мне Пишите Потом Типа Так Сегодня Поиграл Там 10 Игр Такой То Счет По матчапу Там На бумажку Записывайте Ну Вот Такая Примерная Тема Так Ну И смотрите Еще Какие Вопросы Там Или Еще Что Там Я думаю Все понятно Да То есть Все понятно Просто Математическое Обоснование Примерно Вот Очень Простое Да Сейчас Возьмем Средняя Длительность Матча Во всех Этих Играх Это Примерно Плюс Минус 5 минут То есть У нас 3 минуты Там 3.30 Это ТВТ Против Тоса Это будет 7.30 Пришли В пуш Где-то 8.30 В 9 Минут Закончили Против Зерга Тут 9-минутная Вариация Но я говорю Вероятнее всего Это будет Типа Пришли в пуш И выиграли Или проиграли Там Я не знаю К вам может Прибежал Какой-то Чиз Вы сдохли Типа Такого Главное Старайтесь Не затягивать Лишний раз На 20 минут И идея Что здесь Средняя Длительность Игры Вашей Если мы Возьмем Что каждый Матчап Там 50% Раз Ну Не 50% А по 33% Попадается То есть 5 минут И если Взять Например Ваши Эти Реплейчики К примеру Да То здесь Вот возьмем Например Хелбат Пуш У Флейма И Макрогейм Да Получается В общей сумме Там Средняя 10-12 минут Вот И допустим Если вы Сегодня Поиграли 2 часа То Делить На 5 Минут Это получается Сколько Там 60 на 5 Это 6 Да Ой Какие 6 12 Вот Это получается 24 игры Можно сыграть В среднем Типа Ну Этими Билдами Что я вам дал И на тренить Уже Получается Открытие Тайминговые Пуши Производство Прям стабильное Вот А Ну Типа Если такими Играть В среднем Да Будет Там Допустим 9 Там 12 минут Возьмем 10 Например То Это Всего 12 Игр Да То И вы Получается За одно и то же Время Будете Получать Опыта В 2 Раза Больше Просто Банально Вот и Все И Ну Получается Что За ту же Неделю Например Вместо Там Типа 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 150 Учитывая Там Например Винрейт Который Допустим С одинаковым Винрейтом Если вы играете То есть 55% Винрейт Кажется Маленький То есть Вы чуть-чуть Выше половины Выигрываете Игр Но при этом В раскладке На 100 игр Это Плюс 10 победных А плюс 10 побед Это равняется 200 ммр В среднем Вот То есть Грубо говоря Играя Там Например 12-минутные Игры Вы будете За неделю Если вы По 2 часа В день Играете Получать 12 умножить На 7 Это там 84 Игры То есть Меньше Скольки Ну Меньше 200 Где-то 150 ммр Это по 2 часа В день Неделю А Типа Моей темой В 2 раза Больше Да То есть Уже Где-то Там 300-400 Ммр Минимум Это с 55% Винрейтом Но тут Опять же Если вы будете Сокращать Игру Играть Более стабильные Классные Темы Винрейт Будет Выше Ну и там Катастрофические Разницы Вот Вот такая Тема Вот А зрителям Всем Собственно Болейте за ребят Комментите Ну и всякое Такое Там Лайки Все дела Субтитры 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 Субтитры